Я такая сижу и думаю, была бы я в Израиле, она бы сейчас тарелку ловила просто на другом конце зала зубами, наверное, или снимала бы эту всю еду, что это, с себя. Я очень долго сейчас пыталась понять, откуда этот крючок мог появиться в моей одежде, вообще они у меня висят. Всем спасибо. Вот вас же нельзя заставить поделиться видео, просто так по доброте душевной. Надо всегда выдумать какую-то фигню, засунуть крючок в задницу, что-что там. Да-да, вы поделитесь, поржете, а так же нельзя, никто ж такого не делал, ну жадные вы, да? Ну так, ну а теперь крючок, поржите. Всё, всем спасибо, увидимся в следующих видео. Не забывайте хотя бы лайк поставить, уж не жадничайте до такой степени, я вот только прилетела, сразу тут вам стараюсь мопсами, кротами, конфетами, уж не знаю, что сплясать. Всё, пока-пока. Дамы и господа, всем привет и добро пожаловать на канал Ксения Тель-Авив Стиль Жизни. Я, можно сказать, с корабля напал, только что буквально приземлилась в Тель-Авиве, ездила отдыхать в Европу. Ненадолго, чуть больше недели у меня вышла такая возможность вырваться, чтобы отдохнуть, и я вам скажу, что в этот раз я не буду вам показывать какие-то покупки одежды, потому что, во-первых, мы ездили без машины, поэтому мы не могли поехать в какой-то адекватный, как-то правильно сказать, шоппинг-центр, какой-то хороший аутлет, потому что шопиться в Европе по полной цене, это всё равно, что... Ну, короче, это полная глупость, не могу подобрать удачную метафору. У меня в голове было заниматься сексом в противогазе почему-то, нюхать розу в презервативе, какие-то странные, вы знаете, мысли в голове появились, и никак я не могла это, видимо, после полёта ещё уши не отошли, поэтому что-то метафорами сыпать и острить не могу, но то, что есть, знаете, не всегда же быть искромётным, иногда можно быть и примитивным. Так вот, по сути, никаких покупок одежды, будет один небольшой парфюмчик и только разные прикольные вещи, которые я прикупила, думаю, это тоже будет не менее интересного. Значит, на губах у меня как-то меня потянуло, она ягодная в последнее время, Элизабет Арден, Beautiful Colors, очень мне понравилось Beautiful Colors название, и это у нас... Какой номер-то? Где номер-то Beautiful Colors? Значит, номер 03. Вот так. Как вам? Мне очень нравится, вот таким вот образом выглядит, я вот сейчас смотрю, видно, вот такой вот аппликатор, и вот тут нажимаете и поехали. Она такая гелевая, приятная, короче говоря, Элизабет Арден. Молодцы, я, по-моему, даже свет сегодня криво поставила, но ничего, мы все это переживём, чтобы вам было... Вы можете мне поверить, что это Элизабет Арден, и не надо читать название. Так, начнём, значит, про крота. Потом я купила, ну, конечно, как же без уточки, стеклянную уточку. Я коллекционирую уток, если кто-то не знает. Хотите мне что-то подарить, присылайте уток. Желательно не в виде фуа-гра, и не живых, и не ощипанных, и не каких-то других, а вот такого типа, и это просто супер. Не знаю, видно вам красоту чешского стекла или нет, но вот я умудрилась вот такую уточку заполучить. Я забыла принести лаки, которые я хотела вам показать. Не пойду, неохота. Так, дальше у крота появилась, наконец-то, жена. Давно пора. Вы понимаете, у Микки Мауса, значит, есть Мини Маус, а у крота до сих пор не было жены. Наконец-то у него появилась жена, с чем поздравляю, крота. Он, наконец-то, повзрослел. И вот такую вот кротика девочку я прикупила в Чехии в этот раз. Я сейчас обожаю кротика, обожаю их в разных формах. У меня на сумках висят брелки с кротиками, у меня на холодильнике есть кротики. И я обожаю кротика. Я его обожаю еще с детства, с тех времен, когда я смотрела мультик. В общем, он мне нравится больше, чем Микки Маус и Тома Джерри, Ну, погоди, и все остальное. Кротик Форевер, я его обожаю. Теперь у него появилась жена. Кротик у меня есть, теперь есть еще жена. Да, смотрите, здесь даже браслетик есть. И глазки накрашенные, смотрите. Здравствуйте, дамы и господа. И добро пожаловать на канал Ксения Тель-Льви. Телевизор, стиль жизни. Сегодня у меня красный нос, синие глаза, бирюзовые и розовый бант в стиле крот из Чехии. Вот. Так что крот, я ее положу. Я не знаю, как ее называть. Кротиха. Есть такой кротиха? Не важно. Принуждали. Я не буду вытаскивать все, здесь и не все. Мои любимые медведи. Правда, это не медведи, это буквы. 35 крон. 35 крон, это где-то 7 шекелей. Я их заказываю обычно с eBay по 20 шекелей за пакетик. Ну, короче, я немножко купила. Это только часть, которую я привезла. Есть больше, поверьте мне. Я купила больше, потому что я обожаю эти конфеты. Больше всего на свете, даже больше моих любимых марципан. Они делаются из свиных копыт или из рыбьего желатина, то, что из рыбьих костей. Правда. Что делать? Правда она такая? Так. Была Маркен Спенсер. Я Я обожаю Маркен Спенсер. Глобально. Весь. Все обожаю. Не то, что вся одежда мне там нравится. Не в этом смысле. А в смысле, мне нравится кое-какая их одежда. Мне нравится их еда, чай. Мне нравятся их кафешки. Обожаю кафешки от Маркен Спенсера. Обожаю там сидеть. Обожаю их чай. Обожаю их какие-то английские тортики. Обожаю. Всегда здесь есть Маркен Спенсер. Я бегу туда, иду в кафе. Супер с кафе этим. Для меня, знаете, есть несколько точек всегда в Европе, когда я приезжаю. Зайти в Маркен Спенсер, зайти в Starbucks, зайти в KFC. И я думала, что еще будет, может быть, зайти в Hard Rock Cafe. Но я вам в конце видео расскажу тот потрясающий случай, который со мной случился в Hard Rock Cafe. Кстати, я оттуда. А, оно тоже здесь сейчас будет. Значит, в Маркен Спенсере прикупила какой-то себе чай. Я не думаю, что стоит на этом останавливаться. Такой же в пакетиках их же Earl Grey. Earl Grey tea bags. 80 штук, они такие кругленькие. 80 штук, 50 штук, они кругленькие. Такие без веревочки даже. Но я пыталась сегодня найти в Икее чайник. Чтобы он был чуть больше, чем одна чашка по объему. Но там либо нету чайников, либо огромные. Я не хочу огромный, я хочу чайник на одну чашку, чтобы заварить и потихоньку неполную чашку огромную все время таскать. А из маленькой, знаете, попиваешь, сидишь так. Нету. Буду искать маленький пухлик. Надо было спереть из кафе Макс и Спенсер. Ладно. Почему здесь ношеные носки, я не знаю. Вообще, это коробка с вещами, которую я купила. А дальше тоже выкопала одни, и они были по скидке, потому что они были типа, ну не открытые, а как бы, да, без упаковки. Короче, вот такие носки, это, по-моему, это Essex, это что-то другое. Это я не знаю, как марка произносится. Короче, носки. Вот такие, это Dry Fit. Ответ на вопрос, как ты ходишь летом в закрытой обуви, что надеваешь в сапоги, носки, Dry Fit. Что входит в состав? Здесь нету этикетки, вы понимаете. В состав входит, сейчас я вам прочитаю, специально для тех, кто где здесь написано. Вот здесь, наверное. Короче, больше, чаще я не вижу. А вот, 96% полиэстер и 4% эластен. Если вы хотите хорошие носки, в которых у вас ноги не будут все время мокрые, противные, и для зимы, и для лета. Для лета, потому что просто это противно ходить на мокрых носках, а зимой, ну у вас просто ноги будут мерзнуть, если у вас мокрая обувь, и у вас ноги потеют. А Dry Fit, в чем фишка? В том, что он дает возможность влаге испаряться. Хлопок не дает возможность влаге испаряться, и хлопок будет на вас лежать, как я всегда говорю, мокрой тряпкой, и вызовет у вас потницу и холодные ноги. Соответственно, полиэстер в варианте Dry Fit, я уже про это говорила. Полиэстер это вещество, из которого можно сплести любую нитку, можно дерьмовую, которая не будет пропускать воздух, а можно в стиле собачий волос. Кто не знает, собачий волос внутри полый, за счет чего собаки даже мокрые не мерзнут. Вот, поэтому Dry Fit и в одежде. Кстати, термическая одежда, она вся из полиэстера. Если вы думали, что она из чистой шерсти, вы ошибались, она из полиэстера. Вот такие вот носки, они офигенно дорогие, здесь у нас 6 пар, и это стоит 21, ну 22 евро по сути. И смотрите, как классно они сделали, они здесь все типа разного, видите, здесь розовые идут. Ну, то есть можно определить, где пара его. Это гениально, потому что всегда они... А вы скажете, а зачем, какая вообще разница? А есть разница, вы знаете, есть, потому что иногда одну пару ты раньше открыл, ты же не можешь сразу все 6 пар одеть и ходить. Одна получается более немножко застиранная, другая менее. Если одеть разные носки, это будет выглядеть дебильно. То есть вместе пара, если она чуть-чуть выленела, она будет выглядеть нормально. Но если один свежий, черный, а второй на 2 тона светлее, это будет выглядеть полным пиздецом. Поэтому очень классно, что они это сделали. Короче, драйвфит носки, они, блин, дорогие, но это то, что стоит, и оно того стоит. Значит, вот эти чуть повыше, эти совсем-совсем, видите, низкие. Посмотрим. Это рискованно покупать такие низкие носки, потому что очень часто они с пятки сваливаются. Но я думаю, что эта марка себя поведет хорошо. Дальше Максон Спенсер. Косметичка Мопс. Я не могла мимо нее пройти. Она стоила 10 евро. Вот такая. Смотрите, какой классный Мопсик. Просто взяла, потому что не ходят мимо таких вещей и забирают с собой. Дальше. Ох, здесь еще одна вещь, мимо которой я не могла пройти. И не могла ее не купить. 20 евро. Недорого. Вы посмотрите на это. Вы посмотрели? Вы знаете, что это? Это Майкл Джексон триллер. The Thriller. От официальной корпорации. Представляете? От официальной корпорации Майкл Джексон. Хотя она не принадлежит давно уже Майклу Джексону. И не потому, что он умер, хотя я считаю, что он не умер. Но неважно. А просто потому, что она уже не принадлежала ему, и когда он был жив. Короче говоря, вот здесь все написано. Вы знали, кстати? Я вам сейчас расскажу интересную информацию. Триллер. Майкл Джексон. The Thriller. Съемки начались 14 ноября 1983 года. Я готовлюсь. Вы знали, что первый музыкальный клип в этом мире на планете Земля был снят Майкл Джексону. Это был триллер. До этого люди не снимали музыкальные клипы с истории за пределами. Обычно стояли на сцене и что-то пели. Первый клип был Майкл Джексон триллер. Это он придумал снимать видеоклипы с истории мини-фильмы. И вот такие вот носки. Ну как можно? Они высокие такие. Они были размера только медиум. И были еще больше. Медиум это по сути... Ну, они будут не чуть большеваты, но мы как-то заставим их работать. Медиум это 38-42. У меня 38. Ну ладно, пятка будет на коленке, но зато это триллер. Вы помните это, да? Это же триллер. Это из фильма. Как он назывался, этот фильм? Из 13 в 30. Так что идем. Это же триллер. У меня, кстати, есть первое издание триллера. У меня есть к 25-летию триллера издание. У меня много чего есть. У меня целая коллекция. И дальше плавно переходим, раз мы про музыку говорим. Hard Rock Cafe. Вы посмотрите на это. Я не буду из этой чашки пить. Я в ней буду ухранить кисти, потому что кто-то ее расфигачит. Я что-нибудь отфигачу от нее. Это будет безумно жаль, потому что она потрясающая. Вы посмотрите на это. Она великолепная. Она очень красивая, короче говоря. Ну что можно сказать? Разве не красивая? Она офигенно дорогая. Она красивая. Я не хочу, чтобы она разбилась. Я ее не буду держать в коробке. Я поставлю на свой стол. Поставлю кисти, которыми я не пользуюсь. Ну, у меня, знаете так, кисти, которыми я пользуюсь, и запасные. Вот запасные пойдут туда. Вот такая вот красота. И она стоила дохренища. Она стоила 20 евро за чашку. И, кстати, про 20 евро за чашку. Очередная чашка из Starbucks. Но она стоила подешевле. Не 20 евро, а примерно 17. Это из коллекции You Are Here Collection. Я все время забываю. У меня какое-то все время, знаете, типа, я здесь был. Или это You Are Here. Надо запомнить. You Are Here. Короче, вот такая вот чашка. Из этой чашки я буду пить. Я буду ей пользоваться. Я ее купила уже в аэропорту при отлете. Я, кстати, приехала такая в аэропорт. Думаю, я поеду пораньше. Взвешу багаж. Там погуляю. Там в Праге, кстати, в аэропорту. Там можно и поесть, и погулять. И там и кофе, и Starbucks, и KFC. И все, что хотите. Ну и, короче говоря, вот такая вот. Ну, я думаю, это к Рождеству. Я люблю. Я из них пью. Я их так не храню особо. Я люблю такие чашки. Это как раз мой размер, чтобы попить хорошо. И дальше парфюмчик, парфюмчик, парфюмчик. Это Poison. Poison дорогой. От Dior Eau de Toilette. Poison. Это оригинальная версия. Самая первая. Зеленая. Что я вам скажу? Это настоящий яд. Вязкий, тягучий, жасминовый. Такой настоящий. Poison. У меня есть Pure Poison. У меня там еще что-то, 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 Poison есть. У меня есть какие-то несколько, но это все полная фигня. Это... Это есть вещь. Я его купила в Duty Free. В Израильском. В том нищебродском, откуда лоукосты летают. Он там был. И вы знаете, за сколько? За 100 долларов. За 100, блин, долларов. Вы знаете, что это такое купить? Poison за... Оригинал за 100 долларов. То есть можно купить там какую-нибудь новую версию, там, за 130, там, что-то такое. Более старые версии купить за 100 долларов, 100 миллилитров, вы с ума сошли. Такого не бывает. В стране, если он есть, он стоит в два раза дороже. За границей, если он есть, он стоит в два раза дороже. И наш Duty Free просто рулит. Огромным спасибо. Я давно этот аромат искала. И, кстати, когда я летела в Берлин, по-моему, в последний раз, когда я летала с мамой, перед летом буквально, да, перед началом лета, когда это было? Ну, буквально вот, да, последний месяц весны я летала с мамой в Берлин, когда я привезла из своего путешествия по Германии, я три недели там путешествовала, я привезла, стыдно сказать, 60 килограмм багажа дополнительного. То есть, да, 60. Поэтому в этот раз я уже сказала, easy, easy, take it easy, girl. Ну, вот тогда, в начале, в самом лета, да, в конце весны не было их. И я поэтому там взяла, там, знаете, Juliet Hazigan и взяла Majestic Woods от Juicy Couture. А так прилипло два, да. И вот сейчас тоже не было надежды, я присмотрела себе там уже что-то от Juliet Hazigan, но я их не хотела. Я хотела именно этот парфюм, я хотела давно покупать его в стране. Я не буду покупать то, что я считаю, цена на то, что я считаю завышена. Это глупо. А я не люблю делать такие глупые вещи. Я люблю тратить деньги, но я не люблю их тратить глупо и платить в три раза больше. Так я это куплю еще через несколько месяцев, когда либо я дойду до Duty Free, где это продают, либо у кого-то попрошу, хотя вряд ли, потому что я сама часто летаю, и я всегда, да, могу найти не тут, так там. Вот это даже, знаете, добавляет такое ощущение охотника, и тебе как-то приятно это получать. Теперь я могу сказать. У меня оно есть, причем оно есть за адекватную ему цену. Все супер, я очень довольна. У нас открылся бутик Dior в TILV Fashion Mall, но там, конечно, знаете, такие цены же, просто капец. Но зато у них есть линейка селективных парфюмерий, которая стоит просто дороже, чем Tom Ford, по-моему. И, конечно, там есть классные ароматы. Если вы когда-то там будете, зайдите, занюхайтесь, потому что есть там хорошие вещи. Я, кстати, понюхала, извините, послушала Fucking Fabulous от Tom Ford. Я не хочу даже говорить, чем он мне пах. Он пах, знаете, вонючим женским туалетом, подушенным розами. Это кошмар. Это кошмар. Вот похититель ароматов бы точно сказал про этот аромат, чем он является. Закончили про ароматы, про немытые и про грязные женские туалеты. И давайте поговорим про историю, которая произошла со мной в Hard Rock Cafe. Пришли, все нормально, замечательно, сели, хорошее место. Я там не рассматривала это все. Антураж, там люди ходят, о-о-о, этот, о-о-о, этого. Мне неинтересно вот это шмотки известных людей, если это не Майкл Джексон. Мне неинтересно, в чем там Элтон Джон ходил, или какой-то еще там, которых я не очень знаю. Ну, нельзя всех знать. И даже если я очень знаю, мне это тоже неинтересно. И думаю, что даже Майкла Джексона мне не все было бы интересно, так как это не он сам, это просто какие-то трусы, которые он когда-то носил. Избавьте меня от просмотра его трусов. Сели и сделали заказ. Все, пиво, как всегда, принесли быстро. Пиво мы почти выпили, когда принесли основной заказ. Я заказала банально обычный гамбургер. Здоровый такой, ну здоровый. 250. Я легко съедаю 330. Вот, причем я булку откидываю, котлетка, котлетосик, знаете, там, с сыром и с огурчиком. Все, булку, пусть сидят те, кто пришли хлеб поесть. Я не пришла, я пришла, котлетосик вот. И с пивком, да, вот такой был план. Короче, пиво принесли, естественно, да, еду после. Принесли еду, все, мужу принесли. Он там взялся что-то там с тушеной свининой, говядиной, не помню, с чем-то тушеным. Он там тоже типа гамбургер, булка, гамбургер какая-то тушеная фигня. А я вот с этим гамбургером, принесли мне гамбургер. Я начинаю выесть и понимаю, что сверху, у меня там было такое луковое кольцо сверху, оно холодное. Я так четвертинку съедаю, разрезаю котлету и понимаю, что котлета тоже холодная. Я вызываю официанта, я говорю, как говорится, what's the pug, да, what's the pug, бургер-то, говорю, it's very cold. Я говорю, у меня появляется такая вот мысль, когда вы его сделали. Она говорит, ой, я сейчас вызову менеджера. Я говорю, зачем менеджера? Он холодный, я его не буду есть, менеджер его не согреет. Я говорю, неси, дай мне новый гамбургер. Я говорю, ну как культурно, да, говорю, менеджера не надо, говорю, он что, говорю, это... И, короче говоря, я говорю, так, менеджера не надо, я говорю, давайте просто новый гамбургер, горячий. Она говорит, ой, у нас никогда такого не было, первый раз такая ситуация. Забирает, через там энное количество времени приносит мне новый гамбургер. Я заказала пиво, сижу, пиво пиво. Через пять минут подходит ко мне официантка и говорит, только ты его ешь уже скорее сейчас, а то он остынет. У нас здесь, говорит, много кондиционеров работает. Я такая сижу и думаю, была бы я в Израиле, она бы сейчас тарелку ловила просто на другом конце зала, зубами, наверное. Или снимала бы эту всю еду. Что это? С себя. Я очень долго сейчас пыталась понять, откуда этот крючок мог появиться. в моей одежде, вообще они у меня висят, здесь тоже вам не видно, высоко они у меня висят вот здесь. И на них я вешаю разные вещи. Но интересно, знаете, я как прямо у Дини какой-то из рукавов вытаскиваю предметы. Так вот, а что я говорила? Я говорила, что я была настолько в шоке, что ко мне подошла официантка и сказала, только ты ешь это скорее. А то он опять остынет, у нас здесь кондиционеры, причем они понятия не имеют о том, что такое кондиционеры. То есть у них там что-то, да, на потолке пыхтит, издает какие-то странные звуки, и что-то там типа охлаждает. Я не могу, конечно, назвать это кондиционерами в понятии израильтянина, но это все равно, что, я не знаю, назвать наш какой-то автобус космическим кораблем. Я съела букву Ай. Можно? Это что? Еще одну издает, и двоечку. Моя любимая оценка вскоре. Двоечка. Класс. Короче, все, я буду жрать конфеты. Вы будете сейчас показывать всем друзьям и ржать, как у меня был крючок в рукаве, а кто-то даже скажет, что я специально туда засуну. Все. Всем спасибо. Вот вас же нельзя заставить поделиться видео просто так по доброте душевной. Надо всегда выдумать какую-то фигню, засунуть крючок в задницу. Ну, что-что там? Да-да, вы поделитесь, поржете. Хотя так же нельзя, никто ж такого не делал, ну, жадные вы, да? Ну, так, ну, теперь крючок поджите. Все. Всем спасибо, увидимся в следующих видео. Не забывайте хотя бы лайк поставить, уж не жадничайте до такой степени. Я вот только прилетела, сразу тут вам стараюсь мопсами, кротами, конфетами. Уж не знаю, что сплясать. Все. Пока-пока. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова